Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня Грешева. Номер 293. События дня. 1 Петра 4.7. Впрочем, близок всему конец. 30 сентября 2016 года. И далее, как предисловие, предостережение. Более 25 видеороликов, с поверхности взятых, об одном человеке, который натворил такое, что за десятилетия не вытравить, слово секта вмонтировал в сознание, в язык людей. Все стало. Даже старообрядцы стали сектантами. Уж этого православие никогда не говорило. Там раскольниками называли сектантами. Вообще никакого понятия, что такое секта. Отрицание института священства и расхождение учения с православием. Два момента только. То кому надо, можете сразу остановиться. Тормознуть и посмотреть. Отрицание института священства и расхождение печи. Продолжение следует... Многого сказано вами о современном миссионерстве. От этого слова хочется отмежеваться. И, кстати, в свете закона о миссионерстве возникла такая мысль. Христианин не миссионерствует, но благовествует и свидетельствует. Это евангельские слова. К этому нас призывает Христос. Посему благодарю за поправку. Согласен с замечанием. Не хватает духовных роликов ваших. Игнатий Тихонович. Видите, как наблюдательный человек видит этого. Лично мне деревенские замечательные. Но я жду вашего барнаульского режима Келена Скайпова. Ныне же, переслушиваю ваши проповеди, считая книги открытым оком, поминаю приз на вас в молитвах. Храни вас Бог. Ну, до 10-го я всем писал, что здесь возможности нет связи. Отключения разные. Ни одного разговора я не провел здесь за 4 месяца. Владислав Марущак. Вы, конечно, многое претерпели. Но монашество настоящее. На мой взгляд, дело сугубо личное. Основа монашеской жизни – это диада, учитель и ученик. Так было в древности. Сначала появился преподобный Сергий, а потом Сергий Лавра. А сейчас происходит наоборот. Строят монастырь, ищут братью, а кормщего ставят неизвестно откуда и начинают рассказывать сказки про благодать, которые действуют волшебным образом, независимо от того, кто этот человек. Монастыри и колхозы мало к настоящему монашеству имеют отношения. Такое монашество, в кавычках, несомненно, обречено, что мы и видим в некоторых современных монастырях, особенно в мужских. Служат семейные священники и живет пара бомжей-послушников. А монастырь при этом имеет официальную регистрацию, считается действующим. Но монашество индивидуальное, как форма церковной жизни, несомненно, сохранится. Владислав, речь-то вот о чем идет. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Вот чего нет. Не прячьтесь от мира. Мы не говорим ни о чем другом здесь. Здесь главное потеряно. Деяния апостола, 8 глава, 4 стих. А рассеявшиеся ходили и благовествовали. Этого-то нет. Вот она строит монастырь. Да не было монастыря. Монастырь попытку Петр в день преображения построим в Трекущи. Вот это попытка была. Но она не была принята Христом. И далее Христос сам фактически основал монастырь на 10 дней. Сидите на одном месте. Да коли обречетесь силой Духа Святого. Все, больше ничего нет. Через 10 дней сошел Дух Святой, а монашести надо забыть. Вот все, больше ничего нет. А что сегодня они там делают, собирают, мало, разности нет. Игнатий Бринча и Нинов, не наше время, тогда было. В свое время писал, едва ли, едва ли. То есть под сомнением есть 4 монастыря, живущие несколько духовной жизнью-то. А остальные все ищут только своих прибытков, своего удовольствия. Кончилось монашество, остались актеры, это он же говорит. А актер ничего не сделает. И все кончилось. И зачем? Зачем? Сколько нарушений? Что там есть? О чем пишут? Что разоблачают? Показывают? Зачем? Андрей Кураев об этом многое сказал. В 632 году умер Мухаммад. И за 6 столетий не послали ни одного благовестника к тем, с кого брали налоги. Ни одного не нашлось Кирилла и Мефодия. Вот и все. И пришла грозная сила, которая повытряхнула, все поставила по-своему. На этом надо и согласиться. Если не соглашаться, значит, не видеть реальности, какие есть. Хорошо, когда вместе. Хорошо, когда трудятся. Монастыри нужны для подготовки настоящих миссионеров. По два человека их рассылать повсюду. И докармливать, допаивать те, которые жизнь положили для благовестия. Они нужны в таком виде. И вот только в этом направлении. А не то, что они там сейчас вот как воспоминания послушницы, да все это глупости. Поэтому надо считать Святую Библию и в ней найти хотя бы одно слово, указания на монашество. Нету. Это измышление человеческое, чисто человеческое, противодействующее евангельской проповеди. И потеряли все. И когда строят монастыри и прочее, там никакой крошкой не задето евангельское учение. То, чтобы вмонтировать его. Ну и немножко на наши ресурсы показать. Вот это мой мир. Я люблю его здесь. Пожалуйста, заходите. Тут можно написать, что-то сказать. Как какую-то прямую связь иметь. Дальше. Наш форум. Вот как он выглядит. Форум «Во свете Библии». Очень богатый. Очень богатый. Ну это... Хватит ли солидарность? Я смотрю про Муссолини. Вот. И наш православный видеоканал «Открытым оком». «Во свете Библии». Тоже. Вот сегодня поставил. Вот интересно как. Ян Златоуст. Шесть просмотров. Шесть просмотров. Содержимое нашей лагерной кухни. 53. Шесть и пятьдесят три. Видите какая. Что людей больше интересует. Вот на этом все. Ну и наш большой ресурс. Очень важный. «Во свете Библии». Сайт. И тут самое важное. Ответы. Здесь на все. Мне вопросом задавать мало. Таких неизвестных вопросов. 4124 ответа. Все на этом. Ну а наши современные. Которые здесь у нас. Вчера тут второй раз Володя пек хлебы. Выпекал. Уже у себя. В своем доме. Мы начали подготовку делать. Я занимался пленду сами. И поставили. Место приготовили. Для того чтобы приехал. Кто там электричество ставит. Володю Устинова попросили. Владимира Александровича. Он поставил. Там коробка. Щетчик. И что интересно. На улице. Это вообще даже. Никогда об этом нельзя было думать. Ну кто-то ворует. Электричество. Да. Ворует. Но из одного вора. Теперь всех ставить. Положение. Все воры. Ну это не годится. Тем более православная деревня. На столбах. На нас тут долго не бывает. 8 месяцев. Не знаю. Только Господь может это сохранить. На это сколько времени уходит. Выносить счетчики. Купили. Какие расходы. Тут все даже не скажешь. Ну и думали вот как. С Никитой уезжать. Или после 10-го он пасет скот оставить. И вот все-таки мнение такое. Что надо было забирать его. Холодно. Может простить здесь. И жить негде. Одного я его не могу оставить здесь. В своем доме он там может. Там электричества нет. А где там? Кого его пристроишь? Сейчас они еще в лагере. Ну территории лагеря. И там они в келье находятся. С Володей. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Аминь.